вы когда-нибудь хотели жить в доме который раскладывается а в самом узком доме ширина которого всего один метр восемьдесят сантиметров хотели бы работать в кривом доме или в стеклянной скрипке и вообще вы когда-нибудь задумывались о том какой он ваш дом мечты чтобы вы создали будь вы свободны в своем выборе по миру разбросаны необычные удивительные дома среди которых как жилые так и офисные а истории их появления и задумки заставляют удивляться не меньше в этом выпуске мы рассмотрим 8 таких домов которые точно вызовут желание посетить их дом трансформер механический балет цурих швейцария один из жилых домов цуриха обладает необычной особенностью он способен раскрываться как цветок позволяя наружным частям фасада служить своим жителям в качестве балконов или защитных козырьков от дождя и солнца здание совсем молодое построено но было в 2017 году свое название дом получил в честь одноименного фильма снятого еще в 1924 году над фильмом трудились художник фернан лежа кинорежиссер дадли мёрфи и композитор джордж антел фильм представляет собой танец предметов и зубчатых колес а для постройки дома яркие краски были использованы не случайно они являются отсылкой к живописным картинам художника в доме находится пять полноценных квартир растянувшихся на три этажа на крыше дома находится общественная терраса а в подвале все необходимые коммуникации дом был сооружен из железобетона и металлической опоры каждый блок здания состоит из нескольких частей которые приводятся в движение системой на гидравлике кривой домик с опыт польша представляет собой офисно-торговый центр в городе построили его в 2004 году по проекту архитекторов шатинских и залевского а тех свою очередь вдохновили рисунки художников яна марцина шансера и пера оскара дальберга сперва необходимо было просто построить здание под торговый центр но заказчик попросил сделать что-то необычное чтобы здание привлекало и туристов в том числе так появилось сооружение которое стало одной из польских достопримечательностей глядя на данное произведение искусства архитектуры можно подумать что дом просто плавится на солнце в ночное время домик обладает особым очарованием светясь изнутри стеклянный дом токио япония 2012 году на окраине японской столицы появился жилой дом с прозрачными стенами созданный по проекту архитектора су фудзимото вдохновлялся он домами древних предков которые строили дома на деревьях комнаты в нем располагаются на разных уровнях и не имеют единого пола а потому его жителям приходится проявлять чудеса акробатики перемещаясь из одного помещения в другое официально дом называется house на или на и имеет три этажа площадь помещения по разным данным от 55 до 85 квадратных метров все стены дома кроме одной сделаны из стекла только задний фасад сделан из легких бетонных панелей помимо стеклянных стен в доме есть еще одна фишка комнаты в нем не имеют особого предназначения то есть каждая из них может выступать в роли столовой или спальне вы вы смогли жить в таком доме каменный дом фафи португалия стены дома камня связываются четырьмя гранитными валунами благодаря чему дом выглядит как единая каменная глыба появившаяся в эпоху неолита создатель жилого камня витор родригеш по воспоминаниям его сына в 1972 году они вместе отправились в горы на пикник где витор и обнаружил на вершине высотой в семьсот девяносто два метра четыре больших камня и задумался о том как было бы здорово возвести там дом том же году он начал строительство которое продолжалось около двух лет касса до пенеда дословно каменный дом имеет два этажа общей высотой в пять метров для его постройки использовались природные материалы камень и дерево только окна стеклянные а входная дверь металлическая кстати вандалы более 20 раз разбивали стекла поэтому в какой-то момент хозяин приобрел также защитные решетки все комнаты в доме неправильной формы а потому мебель для него была изготовлена исключительно на заказ во дворе дома есть бассейн представляющий собой каменную чашу заполненную водой несмотря на то что в 2006 году на территории неподалеку стали появляться витринные электростанции электричество в дом не проводили дом был отмечен журналом forbes статье под названием вы сможете его найти 10 крутых замаскированных домов а позже британская газета daily mail присвоила дому еще одно звание дом флинстонов с отсылкой на мультсериал о жизни семьи из каменного века к сожалению семья была вынуждена покинуть дом 2009 году так как дом стал местной достопримечательностью и жить спокойно там стало невозможно музыкальное здание хуэнань китай piano house в китае представляет собой дом музыки построенный по проекту студентов архитектурного факультета архивейского технологического университета piano house состоит не только из пианино но и из прозрачной скрипки скрипки расположился эскалатор а в пианино выставочный комплекс благодаря стеклянному фасаду в помещении всегда достаточно естественного света в дневное время объект был создан с подачи местных властей с помощью здания удается привлечь внимание как жителей страны так и туристов со всего мира тонкий дом лондон великобритания известный тонкий или узкий дом был построен в столице страны в период между 1885 и 1887 годами уильямом дугласом на участке земли который остался после строительства станции south кенсингтон сперва здание было предназначено для мастерских художников но спустя время стало настоящим жилым домом его ширина в самом узком месте не более 1 метра 80 сантиметров в жилой же дом он превратился благодаря фэшн фотографу юргену тэллеру который являлся хозяин дома в 90 не смотря на свою устость дом вмещает в себя три спальни две ванные комнаты кухню гостиную столовую общая площадь жилого помещения 96 квадратных метров сейчас здание выставлено на продажу стоимость составляет одну целую три десятых миллиона долларов дом невидимка нью-йорк сша парке сократ с калпчер было предложено соорудить дом невидимку который будет сложно заметить с первого взгляда чтобы воплотить задумку дизайнеры создали зеркальный дом отражающий местный ландшафт из чего кажется что дом то появляется то исчезает в зелени у дома деревянная основа но ее не видно из-за многочисленных зеркальных панелей видны лишь оконные и дверные проемы и кажется словно они парят в воздухе по периметру рощи высажены десятки одинаковых деревьев за счет чего проекция на стене дома не отличается от того что люди видят в любой другой стороне парка лофт реверс айбл дэст они токио япония японцы никогда не перестанут удивлять в том числе своей архитектурой как мы помним япония страна с самой высокой продолжительностью жизни в мире и это не случайно японцы очень трепетно относятся ко всем способам позволяющим продлить жизнь и дом этот был создан с той же целью он был построен 2005 году архитектором сусакова рокава при участии поэтессы madeleine jeans с которой вместе они создали также творческое объединение реверс айбл дэст они фаундэйшен состоящий из художников архитекторов и поэтов как утверждает рокава выбор такого дома это вызов который должны бросать себе все в том числе старики дело в том что дом не выглядит обычным ни снаружи не внутри если человек захочет жить в таком доме ему придется постоянно быть сосредоточенным для того чтобы жизнь была длиннее важно держаться в тонусе причем в тонусе должен держаться не только тело но и мозг а в таком пространстве он будет постоянно функционировать самой первой в дом заселилась буддийская монахиня и писательница дзекутэ сэтоути который на тот момент было уже 83 года она отметила улучшение состояния здоровья и самочувствия после того как заселилась в этот необычный дом такие апартаменты при всем своем дискомфорте стоят вдвое больше обычных а рокава же относится очень серьезно к покупателям и перед тем как они подписывают документы на покупку он проводит обязательный инструктаж о том как постепенно привыкать к новым стенам